Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим с вами о том, почему скрам очень с большой натяжкой, с очень большими ассамшенами, предположениями, стоит использовать в разрезе скрамов HR, скрамов в маркетинге, скрамов в продажах и прочего. На это сейчас хайп. И здесь я бы хотел сделать для начала отступление в случае, где его можно использовать в таком контексте. Если вы маркетинговое агентство и ваш продукт это какой-то маркетинговый ресерч и на выходе у вас есть внешние клиенты, возможно, вам стоит задуматься о использовании каких-то элементов или, возможно, всецело скрамы или других каких-нибудь подходов. Но сегодня мы будем говорить о скраме в компании, где маркетинг, HR это функция внутри какой-то большой компании. И мы будем говорить о том, почему это как бы не совсем имеет реальный смысл. Я буду выражаться немножко политически правильно. Так вот, у меня будет история. История о скраме в департаменте. Значит, представьте себе, очень простая такая штука, представьте себе, что вы строите загородный дом и вам нужно подключить свет. Для этого вам необходимо пойти в какой-то областной энерго, там, в Васильковский, Киевский, например, да, или там Харьковский, Харьковоблэнерго, что-нибудь такое. Значит, и попросите их подключить вам свет, да. И, как бы, у вас на данный момент света нет, да, как бы вы грустите по этому поводу. И в какой-то момент времени в каком-то светлом будущем, да, в светлом будущем у вас появится свет. То есть, где-то там лампочка зажжется. И вот, от момента отсутствия света до момента наличия света, ну, проходят какие-то этапы, да. Давайте называть это все, да, эти этапы, как бы, от отсутствия света к наличию света. Будем называть это Value Stream. Это поток ценностей, да, то есть, есть много заявок, которые проходят от момента отсутствия света, вот, например, ваша заявочка. Таких заявочек очень много, да, до момента получения света. Это такой поток ценностей для клиента. Клиенту, заметьте, интересна только вот эта часть, да, когда свет есть. Ему вообще фиолетово, что там происходит между этим. Его не интересует, как устроена ваша система. Так вот, это, как бы, реальный кейс, на самом-то деле. Значит, в компании Kyiv Obel Energo есть несколько департаментов. Возможно, они не совсем департаменты, но не столь важны сейчас, да, разные компонентные команды и так далее. Первая команда занимается тем, что принимает заявки. Вы приходите в Obel Energo, говорите, я хочу света, они говорят, отлично, напишите нам, пожалуйста, запрос, сколько там, куда и так далее. Дальше в течение 10 дней, и это единственный дедлайн, забегая наперед, который они, в принципе, выдерживают, к вам возвращается другой департамент, департамент договоров. То есть, 10 дней они там проверяют, что свет у вас можно подключить в том объеме, который вы запросили и так далее. Через 10 дней вы приходите, подписываете договор, то есть, здесь вы подписываете бумажку, и здесь вы играете All In, платите все наперед. Значит, дальше, дальше. Есть три департамента, которые подключают вам свет. Департамент номер один, это департамент столбов. Они ставят столбы. Есть департамент номер два, департамент проводов. Они вешают провода и ставят счетчики. То есть, у них есть провод и есть счетчик, на котором что-то там бежит и написано. И, ура, друзья, есть департамент света. Это такая областная вышка, которая приезжает и, значит, всех вот этих друзей подключает. Значит, как это выглядит? Откуда я вообще знаю, что действительно так? Это, может быть, у них не департамент, но это разные бригады, которые ездят. Когда я подключал свет, департамент проводов приехал ко мне первым. И они позвонили, мне спросили, слушай, а где столб? Я сказал, ну, друзья, на моменте подписания договора, там написано, возьми столб одну штуку, провод 15 метров, счетчик, поставь, копай, повеси, тогда не скажи, не, 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 подожди. Мы вообще не занимаемся столбами, мы занимаемся проводами и счетчиками. Отсюда я узнал, что есть такая бригада, да, которая у них ездит. Оттуда я узнал, что есть столбы и потом я узнал, что есть, как бы, департамент света. Так вот, вернемся к нашей теме скрама и скрама в HR, скрама в финансах и так далее, да. Эта схема здесь на рисунке крайне неэффективна по отношению ко мне как клиенту, да. Я как клиент здесь не просто нехэпи, я супер нехэпи, потому что света у меня нет, а деньги заплачены, да. То есть я совершенно, как бы, не люблю эту схему. Более того, такое количество времени, которое было затрачено на подключение одного столба с 15 метрами провода, заняло 5 месяцев. Что по времени меня тоже не очень-то устраивает. Представьте, таких клиентов очень много и представьте, что у компании этого Облэнерго, да, у Облэнерго есть конкурент или несколько конкурентов, которые появились на рынке. Они подключают все это быстрее, значит, и приходит компания Облэнерго к какой-нибудь консалтинговой компании. Типа наши говорят, слушайте, друзья, мы там слышали, что, значит, Agile это круто, Scrum это круто, давайте попилотируем с вами Agile Scrum. И, например, там в департаменте проводов, допустим, да, были лишние деньги или их менеджер был супер какой-то навороченный, ходил в какие-нибудь КМБС, в бизнес-школы учил, и там он услышал о Scrum или еще где-то услышал о Scrum. И говорит такой, слушайте, вот давайте в департаменте проводов, в проводной бригаде мы сделаем Scrum. Так вот, друзья, представьте, у департамента проводов теперь есть все, что нужно для Scrum. У них есть спринты, у них есть Product Owner в Короне, да. Наверное, это их вчерашний руководитель департамента. Они все такие классные, используют досочки там. У них есть визуализация Workin' Progress, даже может с какими-то элементами Kanban'а, типа лимитов там. И это все очень классно. И они такие все счастливые и во мнимку ездят в своей машине. Теперь, внимание, вопрос, господа знатоки. Каким образом Scrum в оттут увеличивает скорость прохождения вот этого? Вопрос риторический, потому что вы сами знаете на него ответ. Никак. Почему никак? Потому что есть теория ограничений, которая говорит нам о следующем. Что у вас есть, если перевернуть эту систему в вертикальный такое, есть условно три департамента, через которые необходимо пройти, чтобы получить свет. Департамент столбов, проводов и света. СПС. Значит, представим, что департамент столбов работает с некоторой вот такой производительностью. А департамент проводов с вот такой производительностью. А департамент света с вот такой производительностью. Следующий вопрос. Какая максимальная производительность этой цепи? Естественно, вот это. Да? Вот это. Максимальная производительность. То есть вся эта система, вне зависимости от того, что тут происходит, работает с вот этой скоростью. Естественно, так как есть дисбаланс скоростей, то вероятнее всего здесь будет собираться очередь и здесь будет собираться очередь и так далее. Здесь будет очередь и очереди будут возрастать. Поэтому от того, что департамент проводов вдруг начнет работать быстрее департамента столбов, количество увеличенных поставок столбов никак не случится. Поэтому в канбане говорят о том, что мы оптимизируем весь процесс end-to-end. То есть мы смотрим на все, что начинается отсюда и досюда. И мы оптимизируем весь этот сервис Delivery Pipeline, а не отдельно взятые провода. И поэтому в Scrum, если мы говорим о Scrum, мы предпочитаем, чтобы люди со всех этих департаментов вышли и сделали одну кросс-функциональную команду. Это другой способ оптимизации такой организации. Но заметьте, ни один из этих способов не предполагает, что вы оптимизируете одно звено всей цепи. Почему нельзя оптимизировать одно звено всей цепи, которая здесь есть? Потому что оптимизация отдельных звеньев в системе вызывает некоторые системные ловушки. Ну, например, системную ловушку, которую это будет вызывать, называется... Такая динамика в системе есть. В ваших организациях она 100% присутствует. Называется эта динамика «Случайные соперники». О чем, как выглядит эта динамика в реальной жизни, да? Предположим, у вас есть два департамента, которые взаимосвязаны. То есть работа в одном департаменте качественно сделана, помогает другому департаменту качественно делать свою работу. И когда вся работа сделана, да, все получают от этого плюсы. Ну, как устроена любая компания, да? Вот есть департамент «А», да, и успех «А», ну, насколько они хороши, напрямую зависит от действий «А». Для «А». То есть чем лучше «А» применяет процессы, чем лучше «А» работают сотрудники, чем лучше «А» понимает какую-то свою миссию, тем больше ее успех. И чем больше успех «А», тем больше «А» будет предпринимать действий для своего дальнейшего успеха. Условно, это динамика, там, менеджер департамента «А» решил попробовать скрам, чтобы сделать свой департамент более успешным. Он может действительно быть более успешным, как один навзятый департамент в вакууме. Здесь важно не забывать. Значит, есть второй департамент «Б», да? Есть вот провода, пусть «А» будут провода, а «Б» будут столбы или наоборот, не столь принципиально. Значит, успех «Б» базируется на действиях «Б» для себя, да? То есть, чем лучше «Б» работает, тем больше «Б» делает для того, чтобы лучше работать. Все супер просто, да? Значит, но в этой системе есть некоторый сайт-эффект, да? То есть, простите, для начала это все связано, да? То есть, чем более успешно «А», тем более успешно «Б», и чем более успешно «Б», тем более успешно «А». Прямая связь, да, между ними. Но в этой системе есть негативная динамика, про которую все забывают. Некоторые изменения, которые «Б», например, делает для самого себя, изменяет свои процессы, что-то меняет в системе своей работы, могут негативно сказаться на успехе «А». И некоторые действия «А» негативно сказываются на успехе «Б». Пример вам такой динамики в IT – это когда бизнес-аналитики принимают решение, что они теперь будут по-другому писать спецификации, более детально, более толсто, с лучшим описанием, что мешает разработчикам лучше понимать, что там написано, потому что у них все хотят решать или читать талмуды, что, в свою очередь, ухудшает общую динамику. Так вот, друзья, если мы вернемся на предыдущую картиночку, да, улучшение в департаменте проводов на самом деле завалит департамент света работой, вероятнее всего, и увеличит очередь перед департаментом света. То есть здесь будет собираться работа, которую нужно приоритизировать, и как только собирается очередь, сразу находятся те, кто прибихают и орут на людей, которые в этой очереди пытаются пропихнуть свои задачи быстрее. Поэтому локальная оптимизация отдельных частей организации без оптимизации целостной не имеет вообще никакого смысла. Именно поэтому вам нельзя, я вам крайне не рекомендую использовать скрам в отдельных департаментах без понимания общего процесса. Где можно использовать скрам в HR, да, или в подобных вещах? Когда вы компания, которая предоставляет это как услугу другим компаниям, у вас есть свой продукт, возможно, вам какие-то элементы будут полезны. По своему опыту скажу, скрам достаточно перегружен, айтишный для не айти, и, возможно, вам оттуда нужно взять некоторые элементы, типа дейли скрама, ретроспектив, возможно, проводить демо в другом формате. Может, вам просто не хватает визуализации вашей работы для того, чтобы лучше чувствовать ритм и понимать, что происходит. Может, вам вообще лучше взять какие-то элементы сканбана, там те же самые доски, вип-лимиты и так далее. То есть в не айти все немножечко сложнее, попробуйте подойти к этому вопросу более комплексно. Если вы хотите использовать там в своей HR-функции внутри большой компании скрам или что-то такое, я вам не могу запретить. Вы можете это делать, и вы действительно получите улучшение своей динамики, да, то есть динамики в своей функции вы 100% какое-то получите. Поможет ли это вам оптимизировать всецело? Я вам сразу скажу, что нет. Я не видел таких случаев, и мне кажется, что это невозможно, потому что улучшение одной части не улучшает целое. Это один из законов системного мышления. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео. Увидимся.